На психологическом уровне ребенка, это его опоры, мы вмешиваемся в его личное пространство, трогая его даже по позвоночнику, ну и обращаем внимание на возраст ребят, которые к нам приходят. Вообще за эту гум-миссию хотя бы одного ребенка сделать счастливым, поверьте, вы выполнили свою функцию. Функцию как педагога, как вожатого и просто как человека, человека с большим сердцем. Наша задача с вами подарить счастливые моменты ребенку, но в допустимых педагогических рамках, которых мы с вами все знаем. Опять же, не расстраивайтесь, если что-то завтра будет не получаться. Завтра пробный день, мы только начинаем с вами эту деятельность. Здравствуйте. Продолжение следует. Показать. Показать. Почестно, ехали. Спасибо. Железать. Честное слово. Нам еще есть что обсуждать. Мы даже не закончили. С прессой должен. Это были первые вожатые, которые приехали, будут трудиться у нас. Здравствуйте. Это настоящий пионер вожатый. Да, все верно. Здесь ребята приехали. Вы вожатые? Ничего себе. Добрый день. Говорите правду. Сколько вы? Вы когда прибыли? Сегодня. А сегодня первый день. У нас же 6 ребят приехали из России, 6 в Донецке, 5 в Луганске. Сборная команда. Да, у нас такой сводопедагогический отряд, 17 человек, которые готовы к работе в детских... А из России откуда? Липецк, Москва, Ростов, Камара. Тоже сборная команда? Да. Как разместились? Здесь такие прекрасные... Здесь все не представляют. Мы же именно ехали. 100%. Мы приехали честно сказать вам огромное спасибо. За ваше неравнодушие, за готовность помочь. Гуманитарная помощь заключается не только продукты питания, предметы первой необходимости. Очень важно заниматься с детишками, готовиться к первому сентября, который уже не за горами. Осталось на самом деле два месяца, учебный год начнется, поэтому здорово. На принципе ротация это все будет, да? Да. У нас 15 числа присоединяются еще и медики, и строители, и ребята часть будут уезжать, другие приезжают. И так мы до конца лета планируем, что по 2-3 недели ребята будут здесь находиться. Ну а постройке у Леонидовича планово громадье, вы знаете, что и российские регионы взяли шерст. Поэтому именно строительные студенческие отряды, они очень здесь будут востребованы. Медиков уже ждут в трех медицинских учреждениях Луганска, поэтому здесь уже все, так скажем, налажено. По волонтерам-медикам, вы знаете, да, мы практически с первых дней начали специальную операцию. Именно волонтеры-врачи, депутаты наши. Ведяточку Беза под руководством. Безовым под руководством, да, и Багнов-бушинкаевым. Да, а здесь именно студенты медицинских университетов, участников студенческих медицинских отрядов, соответственно, они будут в трех медицинских учреждениях Луганска. Пока определены. А мы договорились, что производственная практика для этих ребят будет зачитываться, да? Ну, там частично у кого-то практику они уже прошли, то есть здесь в индивидуальном порядке, соответственно, этот вопрос будет решать. Ну, такая возможность будет, да. Так что, спасибо огромное. У нас еще и в уединенные медики работают, так что в России представлена не только... У педагога будет неплохая практика на освобожденных территориях, где детей 8 лет. Мозги переворачивали, да. Да, теперь им нужно восстановить обратно. Сейчас будет поступать литература и для образовательного процесса, и для неклассного чтения. Тоже просьба, чтобы волонтеры эту литературу раздавали по школам. Библиотеки обязательно, чтобы пополнялись, библиотечный фонд надо обновлять. Потому что, ну, вы своими глазами, в общем-то, все увидите, когда зайдете и посмотрите, на каких учебниках, на освобожденных территориях, ребят, и чему учили. Просто за пределом человеческого понимания, моральных норм. Ну, мы готовы подключаться. Завтра уже ребята будут в первые, которые в храме открыты, в детский центр, туда уже выйдут. Завтра еще поедут ребята знакомиться в Луганском интернате. И потом уже будут, соответственно, по точкам. По точкам. Да, все верно. Вот. Здорово. Все. Сегодня знакомятся, сплачиваются. Я думаю, что пока вопросов нет, надо погрузиться. Да, все верно. И дальше будет, более-менее, все понятно. Ну, главное, все с позитивным настроем. Ну, а без позитивного настроя ничего не получится. Любовь любит. Да. И вы почувствуете эту обратную реакцию. Она заряжает. И за счет этого... Никто не захочет уменьшать. Сворачиваются гуры. Нет. Вы даже уехав, я вам могу сказать, вот уедете, пройдет там день, два, три, и вас будет тянуть обратно. Вот, сто процентов. Это совершенно другая земля, другие люди. Вы искренне, открытые, добрые люди, которые нуждаются в вашей поддержке. Вот, еще раз вам огромное спасибо. Спасибо. Я думаю, что...